Здравствуйте! В эфире новости на Первом Независимом в студии Лилии Орлова, спонсор выпуска ресторан быстрого обслуживания «Мастер Бургер» и сегодня в программе. Через голову не прыгнешь. В Забайкальском крае эпид-порог по заболеваемости коронавирусом превышает показатели других регионов. Света нет, но вы держитесь. Как заставить ресурсоснабжающие организации выполнить свои обязательства надлежащим образом? Тяжелая судьба Малиновки. Жители товарищества объявили голодовку, чтобы отстоять то, что дороже жизни. Это были главные темы, теперь разберемся подробнее. В Забайкальском крае эпид-порог по заболеваемости коронавирусом превышает показатели других регионов. Так Роспотребнадзор объясняет невозможность снятия ограничений. Сейчас край находится на первом этапе и следует рекомендациям ведомства. Что ждет в таких условиях бизнес, расскажут мои коллеги. Три этапа. Эта фраза эхом разлеталась в помещении, где встретились представители Министерства экономического развития, Роспотребнадзора и предприниматели. СМИ навстречу не пустили, несмотря на полупустой зал. Однако о результатах диалога или его отсутствии рассказывают предприниматели. Несколько месяцев бесполноценного дохода, говорят бизнесмены, для предприятий могут стать смертельными. Особенно это касается туристического бизнеса, гостиниц и общепита. В частности, переход последнего на доставку не компенсирует и десятой доли дохода. Долгожданный вопрос «когда» от бизнеса прозвучал. Не менее долгожданный и вполне конкретный ответ «не знаем» тоже. Я Светлане Эдуардовне задала единственный вопрос. Она звучала так очень глобально все, в плане того, что это вирус, с которым нам теперь предстоит жить, наш сосед новый. И поэтому мы должны научиться с ним жить в рамках той реальности, которая есть на сегодняшний день. Я ей задала один единственный вопрос. Вы нам дайте, когда вы нам дадите вот эту возможность жить и работать в условиях новой реальности с этим вирусом по соседству. Ну, на что мне сказали, мы сейчас вот учимся и, собственно, и все. По словам Роспотребнадзора, в Забайкальском крае существенно превышен эпид-порог по сравнению с регионами. И ситуация выравнивается крайне тяжело. Коэффициент распространения инфекции равняется 2,3, в то время как начинать смягчение ограничений рекомендуется, когда он снизится до единицы. То есть, один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На втором этапе этот показатель не должен превышать 80-х, на третьем – 50-х. Конечно, предприниматели, которые пришли на эту встречу, они мечтали услышать четкие сроки, когда они смогут открыться, при каких условиях. К сожалению, на сегодня Роспотребнадзор говорит о том, что мы не достигли нужного необходимого коэффициента, чтобы сразу перескочить на третий этап. Хотя предприниматели прямо задавали вопрос, приводя примеры и Бурятию, и другие субъекты, которые близлежащие, которые похожи на нас. Отметим, что на всех трех этапах в больницах должно быть свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Реальная ситуация говорит об обратном. Медучреждения забиты, развернут моногоспиталь. Деньги на лечение пациентов из бюджета поступают, бригады врачей едут, бизнес закрыт. Где же результат? Если сегодня не дать бизнесу вздохнуть, завтра он не сможет дышать вообще. И тут решение одно. Решение о переходе, об открытии бизнеса, об установлении каких-то правил, оно в любом случае лежит на губернаторах. Светлана Эдуардовна прямо сказала предпринимателям, что обращайтесь к губернатору. Поэтому решение принимать будет, ну, в нашем случае, в Забайкальском крае, Александр Михайлович Осипов. То есть, все зависит только от него. Третий этап подразумевает открытие всех магазинов, независимо от площади, предприятий, сферы услуг и кафе. Между столиками будет расстояние полтора-два метра или перегородка. Главных критериев три – коэффициент распространения инфекции, то есть, сколько людей в среднем заразит один инфицированный до изоляции. Здесь важно помнить, что рекордное число заболевших среди медиков и чиновников. Далее доля свободных коек для заразившихся, а медучреждения под завязку. Ну и количество тестирований в сутки – не менее ста. Однако это рекомендации, окончательное и независимое решение в силах принять губернатор. Там недалеко от меня сидел мужчина, говорит, вы ждете, когда мы разоримся? Она говорит, ну, не разорились же на данный момент. Ну, значит, вот, можете еще как-то выживать. Уже не могут. В редакцию телеканала поступили десятки обращений предпринимателей. Государственную финансовую помощь по разным причинам получили не все и не в полном объеме. Кредиты брать просто боятся. Их ведь потом нужно будет платить, а не с чего. Несколько лет назад часть забайкальского бизнеса ушла в другие регионы из-за высоких налогов. Остальная, по всей видимости, из-за ограничений тоже скоро уйдет или просто закроется. И к другим темам. Лето 2020-го для четинцев выдалось особенным. И особенность эта заключается в перерытых улицах города. В мэрии еще весной обещали, что в этом году столица края будет перекопана как никогда ранее. С апреля по октябрь ремонту подвергнутся 39 участков. Работать будут ресурсоснабжающие организации и дорожники. Но самые грандиозные затянувшиеся раскопки достались, конечно же, ТГК-14. Это европейский крот, и он копает норку. Он может вырыть себе укрытие и спрятаться в нем за одну минуту. За ночь вырывает тоннель длиной в 68 метров. Всего взрослый крот может выкопать нору, площадь которой составит более 7 тысяч квадратных метров, построив многоуровневую сеть тоннелей, у которой может быть до 6 уровней. Крот роет нору глубоко с различными переходами и кладовыми, в которых он хранит свою добычу. А это ТГК-14, и они ремонтируют теплосети. Цель, как обычно, замена старых труб на новые и более крепкие. Только вот потом на месте этих крепких труб снова начинаются земляные работы. Журналисты, общественники, эксперты и жители города до сих пор не могут разгадать тайну, для чего ТГК-14 каждый год копает на одних и тех же местах. Одноразовые теплосети на год, частые аварии на отремонтированных местах, проверка качества. Ответы найти очень сложно. Руководители компаний стесняются ответить на эти вопросы перед камерой. Главное, что с городской администрацией все согласовано, и пока сроки не сорваны, вопросов быть не должно. Однако они есть и много. И самые частые из них, как согласовываются ремонтные работы на местах, где еще недавно был уложен новый и дорогой по стоимости асфальт. Неужели нельзя было согласовать между собой, когда копать, когда ложить асфальт. Неудобства для людей, для нас, конечно, в том числе. Здесь раньше была очень плохая дорога, ее сделали. Не согласовав, опять же, между собой, они все это опять разрули. И снова по кругу. Объезд участка по плохой дороге, сложный проход до торгового центра, недовольные жители. Паспорт объекта гласит, что работы затянутся до 31 июля. Сомнений, что дорогу после работ восстановят, нет. Только будет ли она соответствовать качеству прошлогоднего проекта. А бизнес, не успев отойти от атаки ограничительных мер из-за пандемии, вынужден вновь переживать неудобства. Арендаторы жалуются постоянно. В том году такая же ситуация была. Два месяца все тут перекопано было, торговля плохая шла. Ну и нам приходится где-то скидку делать по аренде. Новому асфальту люди радовались недолго. Отреставрированный участок дороги по проекту «Безопасные и качественные дороги» не продержался и года. Видимо, это входит уже в добрую традицию, когда ТГК-14 вскрывает новенький асфальт, чтобы провести ремонт теплосетей. И пока идут ремонтные работы, у торгового центра есть все риски закрыться. Пройти до магазина сложно, платить за аренду нечем, а значит, арендаторы могут уйти в другое место. Да и надежды, что участок дороги восстановят – нет. Как показывает практика работы ресурсника, это или закиданная песком дорога, или в лучшем случае кривые заплатки на месте ровного асфальта. Виктор Соловьёв, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. В России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Забайкальцы активно принимают в нём участие. Многим нравится, что голосовать можно не только на избирательных участках, но и у себя дома. Осетровка – избирательный участок номер 203. Ранним утром посетителей здесь немного. Большинство предпочитают голосовать в конце рабочего дня. Однако членам избирательной комиссии скучать некогда. Пока одни работают с избирателями на участке, другие готовятся к голосованию вне помещения. Прежде чем отправиться кому-то домой, необходимо пройти целую процедуру. Достать бюллетени из сейфа, опечатать ящик для голосования, выдать членам комиссии удостоверения, заявления и пакеты с масками и перчатками. Вот ваше удостоверение, которое вы подаете, сначала показываете после того, как вам откроют дверь. Можете идти? Всего у нас на участке около 1300 избирателей. Голосование проходит активно благодаря работникам. Мы проводим голосование не только здесь у нас в помещении, мы проводим голосование во дворах, мы ходим по домам, причём по нескольку раз в день мы сидим и во дворах, и по домам ходим. В общем, делаем всё для того, чтобы людям было легче проголосовать. Очень много, потому что людей, которым тяжело ходить, подниматься на второй этаж, на выбирательный участок. Мерам безопасности здесь, как и на остальных участках, уделено особое внимание. Каждый час проводится санобработка. С дезинфицирующим средством моют полы, протирают столы и другие поверхности. Люди, которые голосуют у себя дома, также могут чувствовать себя в безопасности. Члены участковой избирательной комиссии не заходят в квартиры. Ящик для голосования оставляют у двери. Даже паспорт не берут в руки. Все контакты сведены к минимуму. Очень приятно, что к нам так относятся, что приходят на дом. Ну и вообще, конечно, волнительно за эти поправки, за всё, что организовано всё очень хорошо. Удобно вам так было голосовать? Да. Удобно, если бы всегда так было. За первых четыре дня на этом участке проголосовали 814 человек. Из них 299 сделали это у себя дома. Ещё 235 человек во дворах. Светлана Тулунова, Дмитрий Пенигин, ЗАП-ТВ. В Забайкальском крае без малого 24 тысячи человек оказались без работы по состоянию на 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба Краевого Минтруда. Ранее ЗАП.ру писал, что реальная безработица в России превышает официальную статистику больше, чем в два раза. Также семьям с детьми от 3 до 7 лет профинансировали дополнительную заявку на выплаты. Александр Осипов рассказал о проблемах Забайкалья на онлайн-заседании глав дальневосточных регионов. Владимир Путин поручил полностью восстановить рынок труда. К 2021 году Забайкалье вошло в число российских регионов с высоким уровнем безработицы. Администрация Читы сегодня обратилась к жителям города с просьбой сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу о провалах-размывах дорог, протекающих из-за непрекращающегося больше суток дождя крышах. За сутки на устранение нештатных ситуаций в городе работали 23 единицы техники. Погрузчики, экскаваторы, самосвалы, мотопомбы, автокраны и другие машины. Сегодня работы продолжатся. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит агентство Интерфакс. При этом с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы откроются для учеников в начале сентября. Служба уже подготовила специальные рекомендации для организации учебного процесса. Наш выпуск продолжится после короткой рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наш выпуск продолжается. Идем далее. Не успели отойти от одной трагедии, как вслед за ней пришла другая. Жители СНТ Малиновка ценой своей жизни готовы отстаивать лесной массив, расположенный рядом с дачами. Сначала в борьбе с огнем, теперь объявив голодовку. Подробнее расскажет Ника Новак. Душистые ягоды, многообразие цветов и трав, обилие грибов. Кажется, природа за что-то наглядила местных дачников. Люди долгие годы наведывались в этот лес, чтобы положить в свою корзинку кладезь витаминов. Но пришли другие времена и другие люди. Местным дачникам в этом лесу знаком буквально каждый сантиметр. Тоненькие осинки превращались в могучие деревья на глазах. А земля ежегодно радовала своими богатыми дарами. Сказочное место привлекало и гостей. Каждый стремился сюда, чтобы набрать кристальной воды из ручья. Но однажды все изменилось. Кажется, будто бы трагедия произошла только вчера. Местные с ужасом вспоминают тот день, когда все это великолепие гибло в пламени. Тогда в стороне не остался никто. Все вышли спасать лес от пожара. Огонь ликвидировали. Спустя несколько лет зеленые насаждения стали возрождаться. Но тут пришла стихия иная. И имя ей – человек. Я даже волнуюсь и рассказать мне жалко. Мы этот лес тушили руками, ведрами, все. Отстаивали, что... Когда пожары были. Когда пожары были. И вдруг вот такое, самое, столбы поставили. Я фотографировала, они машину удирали. Одна вдоль забора вот так, другая, это грузовая туда поехала. Все, у меня муж, даже, я его засняла, пошел сюда, туда, и они удрали. Люди вот, вот это, гена, с Леной спрашивали, документы не показывают. Участковый сейчас говорит, что машина меняет номера. Куча обрубленных веток и пеньки, следы жизнедеятельности, непонятно откуда, появившихся людей. Уничтожают лес по ночам, тогда, когда все спят. Черных лесорубов можно застать лишь случайно. Несколько раз местным удавалось это сделать. К сожалению, от таких встреч остался лишь неприятный осадок. Когда мы пришли сюда и машину стали удирать, оттуда, из-за Костиного забора, выехал Митсубиси, что ли это. Ну, Виктор Иванович, у меня полковник старый, подошел, начал спрашивать, так, сколько вам лет, вы бы еще пожили. Не так конкретно, нет, вы бы, это, можно посчитать, что это, выехали оттуда, на это, и мотоциклисты. Я с собакой тут гуляла. Но они быстренько, потому что народ, ребятишки тут были, и еще машина была, и они быстренько ретерзают. Зачем же рубят лес, дачники уверены, чтобы возвести на земле новые участки. Для этого лесорубы уже привезли бетонные плиты и устанавливают забор, чтобы скрыть свою деятельность от чужих глаз. Впрочем, такое строение может стать причиной повтора сценария минувших лет. Вероятен риск возникновения пожара, ведь деревянные столбы стоят под линией электропередачи. Даже теоретически, это по безопасности все, это вся, может пожар случиться, Вот тебе и пожар. И убьют, и пожар, и все, что можно. Как-то, а он забор прямо ставит под линией, а это 4 киловольта идет. Не знаю, я не понимаю, как так, как так отвели, как так отмерили. Вообще, это запрещено. Заботились о лесном массиве годами, проводили субботники, а теперь должны отдать его под вырубку. На такое местные жители не согласны. Готовы даже объявить голодовку, в случае, если вседозволенность не прекратится. Но в душе еще теплится надежда, зов людской души услышат. Почему у нас все делается не для человека? Ну, сделайте наши местные власти, в конце концов, но обернитесь вы действительно не на словах, а на деле. Сделайте вы для людей. Ну, выйдем мы, старухи, старики, вот инвалиды, выйдем, поможем мы высадить. Будем мы по мере возможности ходить, ухаживать. Как уверяют сотрудники Министерства природных ресурсов, данная проблема повсеместная. В мае текущего года специалистами было выявлено большое количество незаконных рубок. Уже совсем скоро виновные в гибели леса будут наказаны. И это лишь начало. Также планируется проведение систематических рейдовых мероприятий в ближайшее время как раз в районе Верхнечетинского лесничества, село Карповка, Смоленко и близлежащих районов на выявление незаконных рубок лесных пассажиров. Да, ответственность за незаконную рубку уголовная административная ответственность, административная ответственность по статье 8.28 КОАП РФ по уголовной ответственности статья 260 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено даже лишение свободы до 5-7 лет. Ника Новак, Николай Шенков, ЗАП-ТВ И в продолжение темы ресурсоснабжающей организацией вновь показывают свой профессионализм. Четыре месяца семья не могла заманить к себе Читаэнерго, чтобы те подключили свет в доме. Услуга давно оплачена вперед, все технические условия со стороны потребителя выполнены, но ресурсник не спешил. Только после появившегося в сети интернет сюжета нашего телеканала компания Читаэнерго выделила драгоценный час на работу. Подробнее расскажут мои коллеги. Все начиналось просто отлично. Семья Игнатьевых оформила в ипотеку дом в Смоленке, просторный, с удобной планировкой, огородом. Только заселиться в гнездышко не могут до сих пор, в доме нет света. Плату за подключение Анна оплатила и МРСК Сибири в полном объеме. Дело оставалось лишь за Читаэнерго. Но выделить оплаченный час работы компания не может уже 4 месяца. На все обращения ответ один. Ждите. Секретарь мне сказал, что вот хорошо мы вас на следующей неделе подключим, если у вас такая срочная ситуация. Потому что я объяснила, что я с двумя детьми плачу ипотеку и вынуждена снимать квартиру. Платеж совершенно неподъемный для семьи с двумя детьми получается в совокупности. Еще в марте семья планировала переехать. Предупредили хозяйку съемной квартиры, что живут последние две недели. На квартиру с небольшой арендой быстро нашлись клиенты. В итоге съехать пришлось, но только в другую, более дорогую съемную квартиру. Возможно, из-за пандемии, учитая энерго, возникли проблемы. Подумала Анна и два месяца просто не тревожила ресурсников. Но терпение заканчивалось. На вопрос, почему в доме, где проведена вся проводка и оплачены все услуги подключения, до сих пор нет света, компания нашла оправдание. К сожалению, там не принято представляться, поэтому с кем я разговаривала, я сказать не могу. Молодым человеком мне было озвучено, что нет опорных счетчиков, что я не считаю проблемой потребителя, потому как они не должны быть у такой организации, что счетчики у них лежат не на Кутузово 46, а основной склад находится на Анохе на 7. На мое предложение, ну давайте я сама доеду до Анохе на 7 и привезу вам этот счетчик, ну как-то, естественно, мне ответили, нет, не надо, мы все, у нас распределение на складе, мы все заберем. Казалось бы, раз сказали, значит сделают, но что-то снова пошло не так. 9 июня мне поступает интересный звонок от инспектора Кутузова 46, который говорит, давайте мы проведем у вас осмотр и составим акт выполненных технических условий. На мое изумление, ну вот же он есть, мне сказали, ой, мы его потеряли, пришлите нам по Вайберу. Акт составлен еще в марте Анна отправила в этот же день. Его даже внесли в базу и дали номер директора по распределению, но несмотря на 30 попыток дозвониться, абонент выходить на связь явно не торопился. То, что можно сделать без Света, муж делает. Но, тем не менее, постелить полы у нас, у мужа и у моего сына, у старшего, от него порядка двух недель вместо одного дня, потому что им приходилось вручную распиливать эти ДСП. Вот с фонариком налобным муж делает ванну, потому что там нету окошка. Прошла треть лета, за это время дом уже вполне мог быть полностью отремонтирован, а семье не приходилось бы тратить колоссальную сумму на аренду временного жилья. Более того, каждый день Анна вынуждена привозить для поливки огорода по 150 литров воды. И причина таких нелегких доставок все та же. Ну вот, присутствует скважина, которой мы не можем пользоваться, потому как, опять же, насос работает от света. Сделано все. Стоит котел, для удобства меня и моих детей, стоит котел, стоят фильтры, для воды, видите, мы во все это вложили свои деньги, но ничем не можем пользоваться, просто потому, что у нас нету света. Почему ресурсоснабжающая компания не может в срок выполнить свои обязанности, за которые платит потребитель? Этот вопрос вызывает только недоумение, потому что в договоре с оставленным Читайэнерго, черным по белому напечатано. Сетевая организация обязуется не позднее пяти рабочих дней со дня проведения осмотра осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, гарантировать то, что выполнить не в состоянии, при этом взимая плату более чем непрофессионально. Дарья Калинина, Тамара Ванфули, Дмитрий Пенегин, ЗАП-ТВ. Для более комфортного и безопасного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Центральная избирательная комиссия предложила еще один формат голосования во дворах. Как проходят эти мероприятия и как забайкальцы оценивают организацию участков на свежем воздухе, расскажут мои коллеги. Тысячи забайкальцев уже поучаствовали в судьбе основного закона страны и сейчас голосование продолжается. Оставить свой голос можно несколькими способами на избирательных участках, находясь дома или дистанционно. Но наиболее актуальный формат сейчас это дворовое голосование. Связано это с пандемией коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что все требования Роспотребнадзора на избирательных участках соблюдаются, большинство людей желают голосовать на свежем воздухе. На самом деле нормально. Даже очень хорошо, что на улице, если бы мы пошли в школу, там бы больше было народа. А здесь более безопасно. Здесь пространство хоть и открытое, но меры санитарной безопасности никто не отменял. Члены избирательной комиссии, наблюдатели и полицейские все оснащены средствами индивидуальной защиты. И прежде чем развернуть такой мобильный избирательный участок, сотрудники территориальной комиссии проводят информативную работу с местным населением. Мы развесли объявления предварительно, пригласительные раздали, сообщили им время и к этому времени выехали. Сегодня люди подходят, они уже знают, что жильцы вот этих близлежащих домов, которые были указаны объявлением, они к нам приходят голосовать. Это совершенно уникальное мероприятие. Нельзя проводить параллели ни с выборами, ни с референдумом. Здесь особый порядок, особая нормативная основа проведения этого мероприятия. Исходя из этого, мы выстраиваем свои действия. Помимо этого, сейчас для нас таким же основным документом являются рекомендации, которые были приняты по линии Роспотребнадзора, были согласованы с Центральной избирательной комиссией. В Забайкальском крае по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали уже более 30% от общего числа избирателей. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия. Наибольший поток голосующих ожидается на 1 июля в основной день голосования по поправкам Конституции Российской Федерации. Виктор Соловьев, Ника Новак, Николай Шунков, ЗАП-ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. О новых событиях мы расскажем вам завтра. Прямо сейчас вы узнаете, какая погода вас ждет в первый день нового летнего месяца. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЗАП-ТВ. Спонсоры показа магазины Интимиссими и Кольцедония. Мое идеальное нижнее белье Интимиссими. Интимиссими. до 23 градусов. Я желаю вам всего доброго и до завтра! Субтитры подогнал «Симон»! Игорь Негода Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»